Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Почему ты когда включается камера? Ты становишься дурачком? У меня полушария отключаются. У тебя какое полушарие отключается? Правое или левое? На том, в котором я сижу. Всем привет, всем здрасте, с вами Роман, я перепутал, хотел себя назвать Виктор. Романиус и Викториус, как бы победоносец, а так сказать. А Роман переводится как... Я победоносец? Ну, Виктор от слова, ну, Викториус, типа, несущий... Победа. Ну, победа, да. А Роман, я сочиняю. Это песня не ангелов каких-то, по-моему. Да, сегодня мы будем вам рассказывать о новостях, которые произошли за неделю, потому что Сашка где? Где-то. Сашка где-то велосипедирует вместе с Максимом. Второй Сашка тоже где-то велосипедирует с друзьями. А мы тут пытаемся отбиваться и отдуваться за них, за все. Только стало по ночам там минус один, а по утрам два-три градуса. Они решили, классное время, чтобы покататься на велосипеде. Идеальная погода. Чувак, я выхожу, я в машине замерзаю просто такой. Вот так вот. Прежде чем мы продолжим... Я ножкой ударился. Ребят, все, что я наговорил вчера в днище. Ну, типа, не воспринимайте серьезно. Честно, ну... Ты пытаешься себя спасти. Да, я пытаюсь себя оправдать. Такое именно. Ну, типа, я это доделал... Как влюбить Билла, ты так... Да, я доделал днище, сохранял его. Знаешь, типа, я ничего не вырезал, я оставил все, что я наговорил, как бы. Ну, типа, не обижайтесь, пожалуйста. Все мы люди, у всех разное мышление по поводу денег. Вот. И каждый как может. И кроме того, как вы могли вынести с предыдущего днища, дезодорантами и шампунями пользоваться нельзя. И прежде чем мы перейдем к новостям, я бы хотел, чтобы мы продолжили диалог по поводу... Вещи нам не принадлежат. Вот, право на ремонт, да-да. Да, по поводу права на ремонт. Я немножко углубился в эту тему. То есть, ну, так, поверхностно я ее, там, может, где-то левым ухом и слышал. Ты именно ролики или просто ссылки добавил? Или что ты хотел сделать? Я тебе скинул просто ссылки. Я добавил ссылки на ребят, которые это обсуждают, которые делали там видео. Я добавил два ролика. Их можно найти очень много. Ну, Маркус, Лайнус, даже Wall Street Journal об этом писали. Там много кто писал, много кто делал новости, потому что, как бы, там эта тема шумит. У нас она еле-еле как-то... Два подкаста я нашел что-то. Протек об этом говорил, но в виде просто новостной рубрики, то есть, без особого такого глубокого, скажем так, внедрения. Вот. Тема, на самом деле, больше всего это зацепило человека, который держит там свой сервис, но который не является, как бы, официальным представителем, там, Apple или любого другого бренда. Просто типа сервис с, там, определенными, там, знаками, что он может делать, обслуживать устройство. Вот небольшое уточнение. Как раз-таки, этот человек, просто когда Лайнус купили себе Apple iMac Pro, ну, вот этот вот, который серенький, по-моему, там разбился экран, если я не ошибаюсь, у них во время разборки, и что-то еще не работало. И компания Apple в ремонте им отказывала. Ну, типа там, по факту, просто новое устройство им нужно было купить. Хотя ремонт, ну, в итоге они смогли, насколько я помню, починить. Я так понимаю, больше политика такая сейчас, что ты, скорее всего, покупаешь новое устройство. И, ну, ремонт тебе будет стоить из серии на 200 долларов дешевле, чем новое устройство. И ты такой, блин, ну, 200 баксов это 200 баксов. Либо иногда даже одинаковые деньги. Да, потому что, ну, у них такая политика, с этим борются. И на данный момент, ну, из того, что я узнал, чтобы, как бы, поделиться с вами, на самом деле, погуглите, почитайте, кому там интересно. Но из того, что я узнал, на данный момент принято два закона. Первый для крупнобытовой техники, для мелкобытовой все-таки не принят. Вот все еще. Для крупнобытовой техники принят. Не рассматривается, насколько я знаю. Ну, я сейчас не помню точно. Очень много информации через голову проходит. Что детали, чтобы можно было починить вашу там стиральную машину, холодильник, телевизор, будут выпускаться крупными компаниями, ну, типа там, Samsung, Bosch и все такие вот, в течение 10 лет. То есть, ты можешь починить там свою стиралку, если она там через 9 лет сломалась, ты можешь купить реально новое, не из донора взять, а именно новую, как бы, вещь. Ну, не знаю, что-то, мотор купить или что-нибудь докупить, чтобы оно все работало нормально. Вот. Про второй закон. Вроде как добились от Тепла и некоторых других производителей, чтобы они предоставляли схемы всего, вот то, что вот там микрочипов, куда, как все впаиваться, какой чип, за что отвечать, чтобы они это давали в не то, чтобы общий доступ. Ну, условно, принципиальные электрические схемы, все. Да, ну, то есть, как бы, не то, чтобы общий доступ, а... Сервисным центром. Сервисным центром, чтобы у них была возможность там починить. Но все равно там есть свои подводные большие камни. Не во всех штатах это... Штатах? Правильно? Штатах? Ну, что? Похоже на штаны. Не во всех, короче, штатах это принято. Ну, просто это очень сложно, знаешь, типа, ты говоришь про США, там Штаты, вот, там их там 50 с лишним. А там принято в 20 серий, типа, городах, не знаю, как это правильно назвать. Короче, принято не везде и не во всем мире. Потому там Apple... А, ты не знал, как окончание у Штатов закончить, да? Когда одно пальто? Это одно пальто. А когда много... Штат, как бы... А когда много пальто, ты как говоришь? Ну, там... Много пальто? Ладно, извини, продолжай. Я тебя спасаю просто. Меня не спасаешь, ты меня закапывает. Так я... Забиваю просто. Ну, в общем, для того, чтобы вам предоставляли, ну, как сервисному центру предоставляли компании, вот эти вот семь... Схемы и техническую документацию, короче. Да, документацию. Вот, надо отдельно идти в суд, а не просто идти к производителю. Потому что, вот, если в этом штате так принято, значит, тебе дадут. Если ты в соседнем штате находишься, тебе не дадут. Если ты в России находишься, тебе не дадут. В Украине находишься, не дадут. Потому что здесь такого прецедента нормального нет. И никто с этим не разбирался. И пока ты с этим не разберешься, вот, тебе ничего не дадут. Так еще прикол в том, что даже если тебе дадут эти схемы, ты с ними особо ничего полезного не сделаешь, потому что компания Apple, как и многие другие, пропагандирует модульный ремонт. То есть, что такое модульный ремонт? Это просто замена какого-то узла. Если у тебя выходит какой-то, не знаю, конденсатор, резистор, маленькая микросхемка, это замена полностью материнки, условно. И самое вот в чем загвоздка была именно у зарубежных блогеров, это то, что компания Apple эксклюзивно у некоторых производителей закупает определенные чипы, определенные микросхемки, определенные элементы для материнских плат и прочих штук. И если у тебя на материнской плате, либо в твоем устройстве вот эта вот микросхемка, какой-то маленький элемент перестает работать, ты этот элемент нигде не можешь купить. Ты его можешь снять только с донора, потому что компания Apple запрещает компании-производителю продавать в свободной продаже этот микроэлемент, условно. И получается, у тебя есть дорогущее устройство, компания Apple тебе говорит, за материнку давай 1000 долларов, условно, а ты знаешь, что этот элемент стоит 5 долларов. Но, к сожалению, самому поменять ты не сможешь, тебе придется искать умельцев, которые с донора тебе могут это перепаять, либо платить официалам 1000 долларов за замену материнки. Я думаю, что это заработает, потому что материнка может быть привязана к определенному чипу памяти со своим номерным кодом, и чтобы оно заработало, надо будет перепрошивать внутренний, типа биос и все такое. Насколько я вот помню, то есть, ну и китайцы сейчас это делают, я еще когда был в Китае, это пропагандировали сейчас, условно на айфонах и на макбуках, на макбуках же распаяна оперативка, и на айфонах, понятное дело, тоже на капители распаяны. И там как бы перепаивают эти чипы, увеличивая тем самым память, и при этом у тебя как бы все работает, и даже система эта адекватно определяется. И то есть, даже купив устройство, условно, в базовой конфигурации на 8 гигабайт, ты можешь расширить на 16 гигабайт, что как бы вроде и прикольно, но при этом никаких гарантийных обязательств, понятное дело. Ну, блин, просто, в чем прикол еще, почему я хочу до конца это пояснить, мы когда сидели спорили, я говорил, что ты вот Вася Пупкин, который у себя там, ковыряясь в пупке, хочешь сам это сделать и поменять. Вот, и я понимаю с этой стороны, почему производитель не дает, чтобы вот кто-то у себя дома это не ковырял, но не очень понимаю, почему там нормально. В рамках сервиса. Да, в рамках сервиса этого не могут сделать, не могут как бы им дать какой-то доступ к этому. Там вроде какая-то есть программа обучения, чтобы ты получал эти все штуки, ты должен пойти учиться в специальную какую-то там школу сервисного от Apple или от другой компании, они там тебя обучат как специалиста, когда ты получишь сертификат. Я знаю такое есть на Мерседесах, BMW и все такое типа топовых машинах, чтобы ты там мог их чинить, ты должен обучиться в специальном месте, получить сертификаты и только тогда ты имеешь право как бы нормально это все делать. Из кеков я... С этим я очень согласен, чтобы ну типа профессионал чинил там твои вещи, чтобы он в этом разбирался, надо пойти этому обучиться отдельно, но все равно у тебя нет гарантии полноценной, что ты в итоге получишь какие-то там привилегии над обычными другими вот людьми, что у тебя будут там эти все вот сертификаты и тебе дадут схемы, никакой нет гарантии, ничего. Просто еще проблема в том, что компания Apple, ну это такая более внутренняя информация, но я не думаю, что кто-то обидится, если я не расскажу, компания Apple запрещает проводить ремонт устройств, в которые вмешивались каким бы то ни было способом. То есть если ты условно купил iPhone на OLX, ну так часто бывает, или бэушный просто сыр купил iPhone и понимаешь, что у тебя стоит поддельный экран, ну не заметил, лоханулся, вот ну бывает такое, потому что часто в объявлениях там пишут, касательно Face ID, что вот упал, вот не работает, или там вот после обновления перестал работать, а нерабочий Face ID это первый звоночек, что у вас заменен модуль еще и экрана, скорее всего. Неработающий трутон тоже звоночек, плюс в новой IC пишется, что экран, ну типа система не может подтвердить оригинальность экрана, и у вас будет барахли там камеры, шмамеры, вот это вот все. В общем, если у тебя вмешивались в телефон, то официальный сервис по-хорошему не имеет права обслуживать твой телефон. То есть, даже если был заменен только экран, и тебе надо поставить оригинальный экран, этого не произойдет. Ну вот это обидно, на самом деле, если... Тебе придется с доноров искать, и то ты сам с донора, если поставишь, у тебя все равно половина функций будет не работать. Ну, типа, если ты вот, скажем так, типа лоханулся случайно и хочешь довести устройство до идеала, чтобы оно было нормальным рабочим... Ну, хотя бы починить, да. Да, то, ну это тоже обидно, я считаю. Ну, бывает всякое. Ты купил там машину с нерабочим мотором, хочешь поставить нормальный мотор и ездить себе дальше. С той же серией, типа, ну, почему нельзя? Он может быть даже полностью исправить, даже экран у тебя, вот батарейку у тебя поменяли. Ну, часто бывает то, что люди, ну, зачем там условно идти у официала, там, платить 2-3 тысячи за батарейку, если ты там можешь за тысячу поменять. Да, это нехорошо, но вот кто-то поменял, потом запакал телефон, ты покупаешь, смотришь, ну, он весь, ну, оригинальный, экран оригинальный, все работает, все классно. Потом батарейка становится плохо держать, ты приходишь в сервис, отдаешь, а, как бы, понимаешь, что у тебя там неоригинальная батарейка, из-за этого тебе могут, не обязательно, что отказывают, много идут на уступки, но могут отказать в обслуживании. Это пару днищ, то есть пару влогов назад, Саня обсуждал, есть этот фейерфон, типа самый честный телефон, вот, и там можно его разобрать до детальки, он не модульный. Но ты можешь сам... Это просто реально, как обычный старый телефон, где ты можешь полностью все разобрать до детальки, купить другую деталь, она будет работать. Вот, по поводу апдейтить, там навряд ли, там, скорее всего, если ты разбил дисплей, ты можешь спокойно пойти... Ну, если выйдет, по идее, модуль с лучшими характеристиками, ты можешь туда его интегрировать, не знаю, насколько... Очень в этом я сомневаюсь. Ну, типа камеру можешь, батарейку, если выпустят с большей емкостью, можно туда вставить. Ну, я надеюсь, что так будет, но, типа, это такой колхозный модуль, я бы сказал, потому что все мы надеялись, что модуль это будет из серии, ты вынял, вставил, просто вот, как там, флешку вынимаешь из телефона и вставляешь другую, все, типа, вот это офигенный модуль. Флешку, да, вот вынимаю, отпаяю тебе и вы ему флешку. Ну, я имею в виду... А у тебя разве флешка есть? Нет. Вот и все. Я имею в виду, типа, вот, хотелось бы так, чтобы ты просто взял, типа, камеру вот с корпуса прямо так вынял и вставил другую. А ты тогда новый пиксель не купишь. А хотя там модули одинаковые, все равно уже 10 год применяют. Вот, поэтому еще раз отпиши, ну, во-первых, то, что сказано было в нище, остается в нище. Это там, некоторые моменты нельзя воспринимать серьезно. Если у вас чувствительное чувство чувствительности, то не будьте такими чувствительными и лучше пропустите это днище. А если все-таки не пропустили... Так, нет, они не могут его уже пропустить. Если вас это зачувствинилось, то не чувствите так чувствительность свою и как бы учувствите, успокойтесь, в общем. Да, а касательно вот права на ремонт дезиков и шампуней, отпишите еще и здесь. Интересно будет подсчитать ваше мнение, потому что там вы могли пропустить вот эту просьбу, что напишите свое мнение касательно вот этих трех пунктов. Интересно, вот так просто пишешь. Первый пункт, не моюсь вообще принципиально. Второй пункт, у меня приятный запах и так, тоже не пользуюсь этими штуками. Третье, козлы, они не дают чинить мой айфон. А ты знаешь, что если человек не моется или там раньше мылся, а сейчас типа ему вот это впадло, идти в душ, лень и все такое, это один из признаков депрессии? Нет. Но теперь буду знать, что это у меня тоже есть. Не, ну слушай, Стив Джондж в ранние годы от него воняло, он ходил босиком, он не мылся, он не пользовался дезиндерантами, он не пользовался вообще ничем. Он не мыл голову месяцами, не мылся сам месяцами, просто вонял как бомж. Но это один из признаков депрессии на самом деле. Либо повернутых творческих людей. Да. И вот говоря о компании Apple, Apple разослала приглашение на, понятное дело, онлайн-презентацию. 18 октября нам вроде как бы должны показать новые маки, а точнее макбуки, которые будут построены на как раз таки чипах M1X. И речь идет о MacBook Pro 14 и 16 дюймов. Это все, конечно, хорошо. Чипы M1X это прекрасные штуки, некоторые могут поспорить, некоторые могут не поспорить. Автономность. Вот шо-шо, автономность у них просто отличная. Поэтому если в прошках более взрослых появится такая конская автономность, и при этом производительность не пострадает, мое почтение. Но самое интересное то, что должны, во-первых, поменяться немного дизайн, появятся дисплеи с подсветкой mini-LED, они будут более яркие, более насыщенные, контрастные. Потому что на самом деле еще цветопередача и восприятие картинки очень сильно зависит от подсветки. Я не знаю, ну то есть у нас тут не написано, но есть еще слух, что они добавят туда Promotion. Ну вот Promotion могут, с одной стороны, добавить, потому что ничего им как бы не мешает. Но с другой стороны, зачем он на рабочих, как бы для игр нет, на Mac'е особо никто не играет, для производительности. Ну типа, ты будешь терять автономность просто из-за Promotion. Нет, ты наоборот ее получишь больше. Ты сидишь, вот просто вот, у тебя открыто, и сейчас вот, ничего не делается. Сюда можно включить там 10 FPS. Все, ну это офигенно будет экономить. Пускай он даже у него в максимуме будет 60, но зато в минимуме там будет 10. И ты реально, когда просто читаешь статью, у тебя 10, и у тебя автономность повышается намного. Ну как вариант. И вот, возвращаясь еще к подсветке, потому что очень важно, какая подсветка, какие диоды у вас применены именно в дисплее. Потому что сама панель, сама матрица может быть качественной, но подсветка, сейчас умное слово будет, ты ее знаешь, CTR вот этой вот подсветки может быть ниже 95-96. Из-за этого у вас может куда-то уходить в зеленоватый, там в розоватый, в красноватый, в синеватый оттенок на максимальной яркости. Тут вроде таких проблем не будет из-за применения Mini-LED. Но самое интересное, о чем все вот постоянно говорят, это Type-C, к сожалению, останутся. Нормальных USB не появится, но появится HDMI. Да не появится HDMI. HDMI не появится. Это такой дебилизм, если он появится. Ты вот этой вот хреновине своей вот этой вот, скажи вот этой вот сотни переходников. Серьезно, если появится HDMI, ну, это жопа. HDMI! Я ничего не имею против как бы самого HDMI, потому что он популярен и в телеках нет Type-C. Да. Вот, но это реально глупо будет со стороны Apple. Это будет хорошо. Хорошо? Вот мне единственное, чего хочется, это чтобы они добавили кардридер, хотя бы для microSD. Нет, они добавят вот этот вот кардридер. Помнишь, когда-то Huawei представили какие-то карточки, о которых никто уже не помнит? И где их достать? Вот для тех карточек. Знаешь, по поводу кардридера для microSD, я поверю, что они его добавят. Я где-то вот... Маленькая надежда, это очень популярная штука для креаторов, которая реально нужна. Потому что даже если у тебя вот просто Type-C, у тебя камера, блин, за 2-3 тысячи долларов, а там вроде бы и есть Type-C, но он 2.0. И ты такой, ну передам-ка я 256 гигабайт. По HDMI. Чувак, а ты знал вообще? Вот я, ну, я... По HDMI можно передавать информацию? Да, что в HDMI есть HDMI со встроенным Ethernet. Не, с Ethernet... Да. Сейчас. Пи-пу-пу-пи-пу-пу-пи. Со встроенным Ethernet? Да. Зачем? Не знаю, я не знаю, где это применяют. Я не знаю, но чувак, я просто находил не раз. У меня это, знаешь, как флешбек военный какой-то. Ты берешь HDMI, там HDMI 2.0 with Ethernet, ты такой... Что? И вставляешь в розетку просто. Пи-пи-пу-пу-пи. Вообще. Улетела ку-куха. Я просто не знаю устройство, которое могло бы выдавать или получать и то, и то. HDMI... Вот... HDMI Ethernet кабель. Очень интересно. Не, ну может это для каких-то серверных вещей. Зачем? Объясните. Если кто хоть раз сталкивался, вот зачем HDMI Ethernet кабель. Ну, типа, они продаются, я не знаю, будет ли написано, вот, with Ethernet. HDMI кабель за 95 гривен with Ethernet. Ну, я же говорю, может это какое-то для серверных вещей. Ну, то есть, типа, просто в нашем, скажем так, мыльном пузыре это не крутится, и мы об этом не знаем. Кабель мягкий, эластичный, не очень толстый, не вылавливает разъемы. Ну, зачем там Ethernet, блин? Ну, напишите, если знаете вообще об этом. Вот, касательно еще новинок, которые ожидаются на презентации, это немного обновления Mac Mini, который должен получить немножечко побольше портов, чем было раньше, потому что раньше было два Thunderbolt USB, а теперь должно быть четыре. Вот, касательно MacBook Air'ов и других новинок, вроде какие-то слухи ходят, но скорее всего нет. Может и будет One More Sin, но я только что щелкнул на другую новость, и тут такая One More Sin вас ждет, что как бы вам презентация Apple покажется шуточками. Давай, давай пока вот к этой не перейдем, мы закончим. Чувак, у меня тут они уже перешли. Я не могу. Мы закончим с Apple'ом. Давай, давай, все, закончим. Да, есть еще новость о том, что хотят SE3 показать, ну, не показать, а когда-нибудь выпустить, и он никак не изменится в дизайне вообще. То есть, это вот будет маленькая фиговинка с гигантскими рамками, с одной... С хреновой автономностью. Да, с одной камерой. Вот, зачем оно надо, мне не особо понятно, но походу очень сильно пользуется популярностью. Всем все еще нравится дизайн восьмого айфона. Всем нравится, что он дешевый. Типа, серия, самое дешевое устройство, чтобы прикоснуться к Apple'у? Да, при этом, ну, камеру там апдейтнули, оно быстрое, и да. Ну, я помню, когда был самый, типа, дешевый пластиковый iPhone 5C. 5, да. Вот, если это замена вот этого, то, в принципе, где-то я согласен, потому что здесь и корпус поприятней, дисплей получше, и там все чуть-чуть на топовых уровнях и хорошо работает. Ну, зачем это надо, я не особо понимаю. Ну, потому что, как бы, миник заменил, но миник дороже, 13 мини. 13 мини, вот 13 мини, он офигенный. Ну, он сильно дороже. То есть, когда выходил 12-й, для меня он казался офигенным, но он сдулся, потому что автономность, там, 3 часа, 4 в лучшем случае, а это очень мало. То, вот, в 13 минике, вроде как, обещают, там, 6-7 часов, по какой-то непонятной мифологии Эппла, 13 мини живет ровно столько же, сколько 12 пром. Вот, серьезно. У меня сейчас такой же вопрос, как HDMI связан с этим, так и это, как? Я не знаю, каким образом они это, там, добились, показали эти цифры. Это сложная математика. Но, на официальном сайте, если вы зайдете и посмотрите, то, вот, реально, 12 промакс, там, что-то видео проигрывает 20 часов, и 12, то есть, и 13 мини проигрывает, там, видео 20 часов. То есть, автономность, типа, у них один в один. Я увидел, по поводу автономности новых устройств Эппл, Макс Хорошев с розетки написал в Твиттере, что, типа, ему же понравился новый мини iPad. И говорит, вот, прошло там сколько. Энное количество дней, недель, и теперь у него миник просто во время просмотра в плеере видосика живет 3 часа автономности. Не знаю, миники, на мое мнение, должны это звать, потому что... Отозвать! Ну, это у них, на мое мнение, вышло не очень удачное устройство. Дисплей говно, оно, типа, он никакой, батарея так себе. Ну, он прикольно выглядит. Ну, не знаю, я его не зашел, поэтому, как бы... Дизайн красивый. Дизайн красивый, но с дисплеем там, ты знаешь, ты его неправильно держишь, оказывается. Надо так держать? Да, надо так держать. Ну, там же проблема в том, что ты, когда скроллишь, у него вот эта желейка появляется, как там раньше... В 1 классе был. Пошли перевернутой матрицы был. Вот они ровно это же сказали. Вы неправильно держите просто планшеты и все. Ну, в случае Apple, я поверю. Они знают, как правильно. Мы не знаем. И еще знают, как правильно сценарист нового Супермена, Том Тейлор, который очень рад, что вот он будет писать историю нового Супермена. Это сына старого Супермена, его звали, господи, Кларка Кент, Кларк Кент, оригинальный, каноничный Супермен. А у него сын. Его сын пошел по плохим. Он с сыном? Я не знаю. Может, с дядей, не знаю, может, просто с прохожим. Я не буду эту фотку показывать, потому что мне непонятно, YouTube за это забанит или не забанит. Или наоборот, в тренды введет. Просто вот обложка влога такая должна быть. Понимаешь, это очень двоякая обложка, где ты можешь получить и бан, и поддержку одновременно. Литя, давай для обложки. Нет, уйди, Кларк Кент, уйди. Так вот, Джонатан Кент, сын этого каноничного Супермена, в новом выпуске Супермен Сон оф Калл Эл совершит каминг-аут. Что он, как бы, играет за две команды. Ну, не, он играет за одну команду. Не, он за две команды играет. А, то есть он по делу... Он за две команды играет. Ну, по четным и по нечетным. Что только за две? Я считаю это ущемление гендеров. Нужно брать от жизни все. У нас, по-моему, около 52 или 56 гендеров. Сейчас, типа, официальных, ну, не то чтобы признанных, но официальных, типа, существующих. Вот, и если они признают только два гендера, то это слегка неправильно. Так, у Марвела мультивселенная, а у DC мультигендерность просто. Поехали. Так вот, 17-летний мальчик, который унаследовал мантию от своего отца, пытаясь совладать со своими эмоциями, пережить стресс, огромная ответственность. Плюс вот все вот те веяния, тренды, современный мир, в котором он живет, мир сильно поменялся. И вот, несмотря на то, что он обычный белый спаситель, вот, белый спаситель, он обычный... Это все еще не темнокожий. Да, он обычный белый, но вот как-то вот было бы неактуально и обижало бы многих, если бы все-таки... Джонатан Кент не вступил в отношения с журналистом Джеем Накамурой, который восхищается матерью. Его или своей? Просто. Пожалуйста, заканчивайте фразы. Они впервые поцелуются. Чьей матерью он восхищается? Это Джона. А, его, то есть, матерью. То есть, его матери он восхищается, но целуется с ним. Да, и они впервые поцелуются, и их дружеские отношения перерастут в что-то большее. Айти новости, то, что мы заслужили. Да. Если продолжить, кстати, во вселенной Марвел тоже уже есть, как бы, и геи, и все остальное. Выходит же фильм Вечный, буквально вот когда-то. Он будет идти там по три часа. Я не знаю, сколько будет он идти, но там же, типа, один из Вечных геи, один из Вечных би, один из Вечных лезби, ну, вот и все такое. Автономных там нет? Не знаю. Там их шесть, по-моему, или пять, и вот каждый из них это отдельный... А гендеров больше. Нельзя так делать. Но суть в том, мне просто нравится, что... Ой, это все, то, что я вот озвучил, я прочитаю с вашего позволения. Это все окажет огромное влияние на формирование его личности. У него острое восприятие правильного и неправильного, инстинктивная неприязнь коррупции и сильное стремление к правде, чтобы победить дезинформацию. Как вот это вот все стало итогом того, что он поцеловался с журналистом Джей Накаморой, я не знаю. Но, как бы, я уже и дед не понимаю в веяниях, поэтому вот как-то так. Просто я не выражаю никаких эмоций, я ничего не говорю. Там еще будет вскоре, вот, как бы, агент 007, будет женщина темнокожая. У меня все, я просто добил уже, понимаешь. Ну, меня это очень сильно... Вот, Супермен, хай, целуется с чем хочет. Но агент 007, созданный... Если вы посмотрели агент 007, не время умирать, жду спойлеры. Я хочу... Мускулинный, мужицкий, устаревший, несовременный, просто, ну, абсурдный. В современных реалиях он совершенно... Агент 007 не мускулинный. Вспомни каждую серию агента 007. Ну, не, он худенький. Женщины. Он альфа-самец. Он альфа-самец, но у него нет вот этого... Он не Джеймс Момо, вот это, или как вот этого, Аквамена зовут. Который Смой... Или как Тор голый. Уринотерапия. Жирный канал. Это просто... Он сейчас архаично выглядит, но в этом архаизме была его прелесть. Был вот этот вот шарм, знаешь, такой джентльмен, одет с иголочки. Он может спасти всю планету и потом выйти с красивой девушкой, не знаю, попасть сразу на бал. Ну, ты не чувствуешь вот этот стереотип женский? Вот этот стереотип, это был просто лучик такого стереотипного, плохого, ужасного солнышка, который светил мне в глазки. Ну, не, ну я согласен, оно офигенно красиво выглядит. Тебе понимаешь? Нет, просто, понимаешь, если бы просто его заменили на афроамериканца или там, ну, человека типа вот, я бы согласился, окей. На девушку, ну, вроде бы как бы да, но мне бы хотелось, чтобы фильмы развивали просто отдельно красивого, хорошего, как бы персонажа женского. Не важно там, куда я, никуда я. Я не говорю, что женщина не может быть агентом или она не может спасти мир. Конечно же может, но агент 007? Сколько лет уже? В начале 2000-х был фильм «Ангелы Чарли». Офигенный. Там, да, есть некоторые моменты перебарщивания по поводу их внешности, но сама задумка вот реально классная. И если вот ее аккуратненько, правильно развить и подать, то вот это было типа хорошее. Та же типа Наташа Романов. Если не давать вот это вот, что вы, блин, одеваете ее в латексные костюмы постоянно и не придумываете какую-то фигню в виде последнего фильма. Да, фильм давно, конечно, да. Да, то вот как внутри вселенной она прекрасно существовала, хотя не до сих пор понятно, как, блин, девушка без суперсил дерется, блин, с богами. Спокойно. Ну, да, изи. И это прекрасно на самом деле, что вот обычный человек женского пола может спокойно совладать с богом. Ну, не знаю, я вот буду пересматривать старый Джеймс Бонд и просто, ну, не знаю. Вот, когда ты смотришь Джеймса Бонда, ты не становишься типа такой, ай, все женщины мои, ай, дорогой мужчина, буду, ай. Ты не становишься таким. Там, ну, как ни крути, практически во всех фильмах Джеймс Бонд, он вел себя, знаешь, как британский аристократ. Интересно, а Джеймс Бонд девушка будет так же? У нее будет женщина. Ну, неважно. Или балерина. Мне просто интересно, я помню одну из серий, где там, типа, Джеймс Бонд в поезде дерется с кем-то, дерется, дерется, а потом такой взгляд, и у них секс. И мне интересно, вот так же будет девушка? С мужчиной подыщешь? Да, ну, я просто хочу увидеть этот момент, когда она раздает всем по щам, и потом такая смотрит на, там, типа, героя, которого она там защищала и все такое, смотрит на него, и у них любовь. И у них любовь. Ну, это офигенная, на самом деле, сцена. Я бы хотел бы посмотреть. Ну, вот, ой, французский, господи, такой британский, аристократичный, с правильными повадками, с нравами, ко всем обходительный. Вот как Джеймс Бонд даже общался очень часто с какими-то, ну, злодеями, просто архи-злодеями. Там не было какого-то нецензурного мата. Они всегда общались, вот знаешь, как, ну, два породистых таких мужика. Вот прям хорошо, красиво было. Ну, вот, не знаю, в этом была какая-то романтика. Ну, что, две породистые девушки. Я просто старый, я ничего не понимаю, как бы, и я просто устарел, да. Я просто устарел. Ну, а спонсором сегодняшнего выпуска является, как и всегда, компания Киви, а точнее, телевизоры компании Киви, которые являются одними из самых интересных бюджетных решений, которые за небольшую цену предлагают довольно много чего интересного. И все мы должны знать, в чем преимущество телевизоров компании Киви. Во-первых, компания Киви сама разрабатывает систему звука в этих телевизорах, поэтому звук тут действительно неплохой. Также матрицы здесь действительно на уровне. Но что самое интересное, компания также заботится и о своей операционной системе, потому что сюда прилетают регулярные обновления, буквально перед съемкой влога нам прилетело как раз-таки свеженькое обновление сюда. Плюс здесь есть официальная поддержка Netflix, то есть Netflix знает о существовании такой компании, знает о существовании такого телевизора. И когда вы смотрите на официальном телевизоре продукты от компании Netflix, они выглядят так, как и должны выглядеть. Потому что на некоторых не особо хороших телевизорах вы просто не сможете поставить приложение Netflix, потому что нет поддерживающего сертификата. Но самое интересное, что предлагает компания Киви в своих телевизорах, это такой хаб, который называется Киви Медиа. Он включает в себя как фильмы, сериалы, мультфильмы, но также туда добавилась возможность смотреть тренировки по подписке, разумеется. Но вы сможете спокойно включить нужную тренировку и стать подтянутым, сильным и независимым, прям как я. Ты сильный, независимый. На самом деле тут не все. Ладно, нет, вы станете лучше, чем я. Ну и можно спокойно зайти и посмотреть, тут есть как бы и платный и бесплатный контент, что очень важно. То есть они делают на этом акцент, что вы можете спокойно, ну купив телевизор, и причем не обязательно даже там 21 года, потому что у нас старый телевизор, как бы ему уже полтора года. И на него вот буквально на днях прилетело обновление, где появились вот тренировки, то, о чем мы вам рассказывали буквально две недели назад, что вот они презентовали свои новые возможности внутри своего хаба, вот, что добавятся тренировки, они есть. Вот, у нас нет никакой подписки, ничего нет. Буквально сегодня вот обновилось, и я вот в прямом режиме не разбираюсь даже до конца. Верни назад, я готов тренироваться. Ну вот, то есть у тебя сразу уже доступно бесплатно это все, они это сами снимают, договорились с тренерами, чтобы это все было, чтобы вы занимались спортом и все такое, то есть вот все для вас сделано. Кроме тренировок, здесь есть игры, то есть они заключили договор с компанией, которая делает стриминг игр. Ну, облачный сервис, да. Если у вас есть геймпад, вы можете бесплатно поиграть в несколько игр, которые здесь они предоставляют с помощью этого сервиса, ну и по подписке, понятное дело, можно добавить себе игры и все остальное. Все это работает, все без вопросов. Уже вот прилетело обновление, даже на телевизоры, которым уже там больше года. И главное, что это все предустановлено и вам не нужно париться и устанавливать какие-то сторонние приложения, потому что здесь уже это все есть по факту. Посмотрев ролик, мы еще раз, Витя, убедились, что мы устарели. Да, маленький совет, как бы, посмотрите Илья Бардин, монолог белого гетеросексуального мужчины, вот, очень интересное высказывание, в комичной форме где-то, где-то не очень в комично правдивой, вот, отдельно найдите, загуглите. Но смотреть можно только белым гетеросексуальным мужчинам. Не, ну, это можно всем посмотреть, просто, знаешь, типа, для понимания веяния всего, закончили эту тему, давай перейдем к следующей, потому что на это тоже можно долго рассуждать и так далее. Так вот, мы постарели с тобой, а вот что никогда не постареет. Что? Это пиксель. Пиксель, пиксель вечен. Пиксель вечен, нож в печень. Просто появилась утечка промо-материалов, казательно, пиксель шестого, в которой указывается, что компания... Мне интересно, какая по счету эта утечка, 20-я, 25-я? Давай так, это направленный просто слух, чтобы о пикселе еще раз поговорили, потому что о нем уже говорят 3 месяца. О нем забывают 3 месяца, а его пытаются забить. Каждую неделю, тупо каждую неделю промо-ролик, фотки стекли с него уже, причем, фотки его, там, недообзоры, его прошивка. Не его фотки, все равно. Все, все, что можно было уже за 3 месяца, тупо каждую неделю показывают. Но из приятного, то, что в течение 5, пиксель подслушался, человек, он тебе отомстит, белый гетеросексуальный мужчина, ты его не уважаешь? Уйди отсюда. Так вот, значит, нам говорят, что пиксель 6 и пиксель 6, вот эти для профессионалов, старшая версия, настоящая флагманская модель, и не этот обычный маленький пиксель 6, который вы считаете флагманской моделью, будут получать 5 лет программной поддержки. Но в эти 5 лет, что входит? 4 больших, крупных обновления, то есть это 4 условно года обновления, если этот пиксель выйдет на 12-м андроиде, то в теории можно рассчитывать, что у него выйдет 13-й, 14-й, 15-й и 16-й андроид. Ну, это прикольно. Вот, плюс еще год, плюс еще год поддержка обновлений безопасности, то есть будут прилетать вот эти вот багфиксы, чтобы закрывать какие-то черные вот эти вот ходы, через которые могут украсить ваши данные. То есть, по факту, в течение 5 лет у вас будет актуальное современное устройство, безопасное, главное, которое будет полноценно выполнять все заявленные фишки. Что, как по мне, довольно-таки неплохо, потому что все мы знаем, что особо андроид от андроида не сильно отличается с течением вот этих вот номеров. Визуально он особо никак не изменяется, но очень часто популярные приложения, новые какие-то игры ограничивают поддержку или работу на устаревших версиях андроид. Ну, я тебе скажу, не игры не поддержат, а сам гугл не дает поддержку, потому что обновляются апи, и ты просто не можешь нормально апдейтить свою игру или приложение, чтобы оно адекватно работало, и все. Поэтому там желательно, чтобы у тебя был там андроид 10 или 11 уже. То есть, плевать на характеристики, главное, да, чтобы был у тебя андроид актуальный. Касательно характеристик самих телефонов, я думаю, смысла нет, говорит, вы все и так прекрасно их знаете, но из интересного еще в этой утечке шла речь о том, что появится некий такой аналог подписки Apple iPhone Upgrade. Там, платя деньги, ты можешь получать условно каждый iPhone, новый iPhone каждый год, там вот дополнительные такие плюшечки и что-то наподобие этого, а вроде бы должно быть представлено вместе с уже с продажами этого пикселя, пиксель пас, чтобы ты в теории мог обновлять свой телефон, именно физически его обновлять, а также будешь получать всяческие плюшечки в виде подписки YouTube Music, YouTube Premium, вот это Google One, бла-бла-бла. Но, касательно цены, касательно условий, как это вообще все будет работать, достоверных данных на данный момент попросту нет, но то, что вот 5 лет будет поддерживаться устройство, это прикольно, потому что ранее, ну, по-хорошему, если говорить, а с iPhone, купив там модель, ты мог проходить действительно спокойно там 3-4-5 лет, да. 5 лет, да. Потому что... Не, на самом деле, типа, с пикселем у меня 3А, и на него 12-й прилетит он, причем вот, типа, в течение месяца должен прилететь. Все у нас, или 13-й еще? Нет, нет, на 12-м все закончится, но все равно, купив его на 9-м, и мне еще, типа, весь 12-й, до самой его последней... Больше безопасности будет... Да, все безопасности будет приходить. То есть, у меня было 3 года официально, типа, поддержки по андроиду, и год будет еще поддержка по безопасности. 4 года жизни, актуальной жизни, скажем так, устройства, это довольно много, ну, и... Особенно в современном мире. Да, то есть, в течение 4-х лет ты можешь ни о чем не беспокоиться, знать, что у тебя все актуально, все работает. Ну, и я не скажу, на самом деле, что спустя эти, там, 2-3 года, как я пользуюсь пикселем, у меня есть какие-то проблемы по поводу того, что он медленно работает, учитывая, что у него далеко не топовый Snapdragon. Вот, 670-й, по-моему, ну, то есть, это очень, как бы, среднего класса, и никаких проблем я не чувствую. Единственное, что появилось, это пару обновлений назад прилетело очень жирное обновление для камеры, и, скажем так, во время просмотра, что я фотографирую, я не вижу до конца, что я фотографирую. Объясню, что я имею в виду. Ну, включено, типа, включена, как бы, поддержка HDR+, вот, и когда ты фоткаешь на современных устройствах, тебе экран показывают сразу HDR+, готовую фотографию, а тут ты фоткаешь, Я даже потом обрабатываю. Да, да, обрабатываю, ты получаешь, в итоге ты другое. Ну, так раньше не так разве было? Не, ну, раньше не было HDR+, просто был HDR. Ну, просто, ну, я ставил... Ну, по крайней мере, у меня. То есть, я имею в виду то, что у меня. Раньше было, ну, то есть, из-за отсутствия мощного процессора и отсутствия отдельного процессора, как... Ну, отдельного чайка под камеру, да? Да, под камеру. Ты ждал обработки, чтобы оно размытие добавило только, и всё. Ну, то есть, если в теории представлял, вот лицо, оно как-то его размоет, ну, задний фон. Это можно легко представить, то есть, ты просто выставил нормально свет и сфоткал, всё супер, размытие есть, огонь. А HDR сложнее представить, как оно сделает, потому что ты вроде бы хочешь сфоткать там на закате человека, но чтобы был виден только его силуэт. А из-за того, что ты забыл выключить HDR, как бы, человека будет нормально видно, а не силуэт его. И всё. То есть, тебе надо помнить об этом, выключать HDR, и ты не видишь, что у тебя, как бы, человек будет виден. То есть, я вот как бы... Просто я достоверно не помню, но вроде, когда я на OnePlus 7 вставил модифицированный Gcam, и, по-моему, даже какой-то третий пиксель, да, 3XL у Саши был, что такое, когда я его брал ведра шоу, там был тоже вот этот вот HDR+, и ты типа, ну, ты видишь обычную, то, что ты видишь в реале, условно, немного улучшенную. Ты фотографируешь, переходишь в галерею, и там буквально там секундочку накрутит, и изображение становится там ярче, насыщеннее, и действительно появляется дополнительный HDR, который ты не видел на момент съёмки. Ну, может, раньше было на других, ну, типа, я не замечал просто у себя этого прикола раньше, вот, с этого лета я там фоткал просто по вечерам часто, и я замечаю, что, типа, я фоткаю одно, а получаю в итоге другое, и надо ручками помнить, ну, что надо где-то выключить, где-то включить, и всё такое. Ну, то, что он всё равно столько будет жить, это, как по мне, очень прикольно. Чтоб все устройства так жили долго и прекрасно. Чтоб мы все с вами жили так долго и прекрасно. И нас обновляли, хотя бы безопасность. Вот, и про Apple, на самом деле, мы не всё вкинули. Быстренько, максимально поговорим о судебном деле, который до сих пор тянется. Вроде же судебная вот эта волокита в течение года, если я не ошибаюсь, длилась удалением Fortnite, то, что Epic Games Store, Epic Games вообще хочет, чтобы добавили альтернативные способы оплаты, чтоб можно было не только через Apple проводить транзакции, через что-то, ну, короче, не собачились, собачились, собачились. Все ж очень сильно порадовались ещё из тех староверов, которые помнят, когда я был... Топил за Epic'ов, так сказать, и мне пытались рассказать, что ничего хорошего из этого не получится. Я говорил, что это всё равно повлияет на рынок, и это действительно влияет на рынок, потому что всё больше и больше за... как это... я знаю, как... Закону запроваджувачив всё больше и больше обращают внимание на монополизм со стороны... Ну, Epic Games создали очень... Прецедент. Большой прецедент. Вот, чтобы это в будущем как-то откликалось на других, и всё. Пускай даже Epic Games проиграет, ну, или как-то там пострадает очень сильно, но зато это даст понимание другим, что так нехорошо. Ну, условно, Epic Games как бы проиграли, потому что из всех их требований удовлетворили лишь одну вещь. Суд постановил, что Apple должна... ну, она не имеет права запрещать разработчикам уведомлять пользователей только вот, что можно, типа, через Apple это купить. Они обязаны, чтобы в приложении, если разработчик этого хочет, в приложении должна быть хотя бы какая-то ссылка на альтернативные способы оплаты, чтобы разработчик приложения мог переводить куда-то людей, а не как сейчас, условно, в Netflix ты заходишь и такой, ну, сарямба, но заходи, там, не знаю, с ноутбука, оплачивай, возвращайся в приложение и сможешь смотреть. Это, как по мне, неудобно. И прикольно то, что хотя бы это суд постановил, но Apple, понятное дело, с апелляцией обратилась, так как это и может быть небезопасно. И тут, конечно, палка двух концов, потому что, с одной стороны, злодеятели, по идее, которые могут в теории пройти проверку безопасности у Apple и все-таки запустить свое зловонное приложение в App Store, кто-то может скачать его, перейти по какой-то фишинговой ссылке и, по идее, потерять свои данные либо карточки. Но мы все прекрасно понимаем, что вроде бы сама Apple об этом громко заявляет, что перед тем, как приложение попадет в App Store, оно проходит серьезную проверку. То есть, сама Apple будет откидывать какие-то вот эти вот зловонные приложения, которые в теории могут украсть ваши данные. Но Apple говорит, что все равно это небезопасно. И с одной стороны, это да. С другой же стороны, это даст возможность немного больше зарабатывать производителям приложений, производителям приложений, у которых есть подписка. Я бы сказал, что больше кому-то кто-то сможет зарабатывать. Ну, даже не то, что больше, ты типа меньше платишь, потому что вот с февордбайтом ты же... Да, весь смысл, чтобы конечный пользователь в виде тебя меньше платил, потому что товар стоит 7 долларов, а из-за того, что плюс 30% от Apple программы, он будет стоить для тебя 10 долларов. То есть, они как бы с какой-то там стороны топят за конечного покупателя, чтобы ему было типа дешевле, и из-за этого он больше покупал. Понятное дело, что в итоге это как бы производитель, ну, там той же игры Эпигеймусу даст как бы больше денег, потому что если товар дешевле, человек его будет больше покупать. Как бы это странно не звучало, но суть именно такова. Вот, поэтому как-то так, будем смотреть за развитием этой ситуации, но то, что прецедент этот произошел, и как-то начали двигаться в сторону того, что типа монополия это плохо, ну, пока мы какого-то выхлопа серьезного не видим, но об этом, по крайней мере, начинают говорить, и я надеюсь, что это к лучшему, конечно. Также, что к лучшему, не знаю, насколько это к лучшему, не к лучшему, но я поставил все-таки Windows 11 на свой основной рабочий ПК, и пока я не особо и рад, потому что вот там в начале недели, по-моему, или в конце прошлой, ну, можно уже было поставить финальную сборку, некоторым даже прилетало обновлением, тем, кому не прилетало, но их компьютер полностью соответствует определенным параметрам, люди могут перейти на официальный сайт, выкачать специальный установщик, и даже без флешки, без диска, господи, диск, без ничего, спокойно пару кнопочек нажатия, оно само переустановлится, грубо говоря, как обновление просто летит. Но, чтобы обновиться на Windows 11, нужен вот этот чип криптографический, TRM, по-моему, 2.0, но самое главное, то, что у вас должен быть процессор не старше, нежели восьмое поколение процессоров Intel, и это, как по мне, вот, ну, вообще куром на смех, типа, что, зачем, чего, как, когда и где. Ну, потому что, ладно, там четвертое, пятое поколение, но шестое-седьмое, которое никак от друг друга не отличается, кроме частот, и восьмое, которое, ну, логическим продолжением является этих же процессоров, это минимальные, на самом деле, изменения. Почему шестое-седьмое поколение, которое у большинства до сих пор есть в использовании, и до сих пор многим этих процессоров хватает, и неспокойно бы работали, почему их ограничивать, я не знаю. Но ты можешь, самый прикол, что ты можешь поставить Windows 11, но ты не будешь получать никаких обновлений. Звер Эдишн в помощь. Вот ты получишь реально какой-то Звер Эдишн без обновлений безопасности, без исправлений, без ничего. Но ты будешь ручками обновлять просто, да и все. Ну, вот, тебе придется как-то в этом вот самому разбираться, и самое обидное, это даже, знаешь, не тем ребятам, которые условно просто собрали компа, ты условно купил Surface. Ну, от мелкомягких этих, ноутбуки, планшеты. И многие Surface, большинство из них, работали на модифицированной версии типа вот этих портативных чипов от Intel, и как раз-таки они базировались там Intel, что-то M3, M5, M7. Давай так, ну, я не хочу обидеть людей, которые купили себе по официальной цене Surface, как бы все такое. У нас их мало, но там их много. У нас их мало, но, блин, это мобильная фигня с хреновым чипом, ну, который очень реально слабый, и при этом эта фигня стоит больше тысячи долларов. Люди, которые купили себе ноутбук такой, ну, я думаю, могут себе позволить продать его и купить другую. Ну, портативные планшеты, как бы, ну, ну, не знаю. Как они работают, это уже дело пятое, но условно... Ну, типа за тысячу долларов покупать ноутбук, который еле работает на винде? Ну, тут уже, как бы, делают все, кто что хочет. Но прикол в том, что относительно не старое устройство, я не сказал, ну, да, ему там три года, может быть. Но вот как раз-таки M3, M5... Но это называется запланированное устаревание устройства, что специально тебя будет подталкивать, чтобы ты просто пошел купил новое. И вот эти M7, они, многие из них, базированы на седьмом поколении процессоров. И проблема просто в том, что как раз-таки Windows 11 должна стать вот этим апогеем воссоединения обычной такой настольной системы, там, где у тебя мышка, клавиатура, либо тачпэд, и сенсорный экран, потому что многое оптимизировано для управления как раз-таки пальцем, либо стилусом, полкорисовалкой. И вот планшеты, которые базируются на относительно рабочем еще чипе, ты обновить тоже не сможешь. При том, что все... Но все равно, знаешь, это такой переходной вариант пока что. То есть они будут еще долго допиливать эту винду, и она очень не готова, на самом деле, все еще к сенсорам. Потому что, ну, как бы кажется, что вот оно все более-менее там удобненько, сделали меньше... То есть больше сделали промежутки... Да, между иконками, там сделали окна чуть по-другому, все такое. Но все равно есть свои, скажем так, проблемы. И вот, скорее всего, знаешь, что, типа, если Windows 12, вот, уже будет нормально допилено системой, чтобы оно соответствовало и для... Типа, если у тебя есть клавиатура с мышкой, и для тех, у кого вот сенсорный экран, все вместе. Ну, вот самое обидное, просто я же видел в Reddit именно фотки чуваков, которые скачивали это приложение проверки совместимости Windows 11, и у тебя Surface, оперативка, накопитель, видеоадаптер, даже у тебя есть чип этот криптографический, нужной версии, у тебя все зелененькое, а процессор у тебя вот буквально на одно поколение отстал, и ты как бы... Попачине. И это немножечко, как по мне, грустно. Ну, кто знает, возможно, через полгода они просто допилят программный софт, и Windows пойдет на другие устройства. Типа, серия, это такой, знаешь, беты, где они успели сделать для определенных только вот типов, и все. То есть, ну, ты понимаешь, как бы, компов миллион, ну, типа, характеристик разных типов, видов, они успели сделать под 100 тысяч. Вот, возможно, через полгода они допилят. Как бы, будем надеяться на это. Ну, и касательно еще винды, то, что на Рязани она стала работать еще хуже, потому что с новеньким обновлением, которое прилетело, кэш второго и, по-моему, третьего уровня работает немного медленнее, из-за этого значительное замедление вообще работы процессора. Ну, в общем, ребята, подождите еще полгода, а потом обновляйтесь. Пускай купите нормальный процессор. Да нет. Да нет, Ryzen нормальный процессор. Я имею в виду, что это пока что еще бета-тест, и вот все, не трогайте. Да нет, ну, типа, нормальный процессор, все, успокойтесь. А я имею в виду винда, что это бета-тест. Максимум для сапера. Да нормальный, ладно, ну, все, для программирования, для игр. Так все, нормальный процессор, успокойтесь, начинаете. Хватит наезжать. Хватит. Хватит. Ryzen, это ж, ну, как гордо звучит. Многопотоковость, ядерность, ой, господи. Я просто, чувак, мне здесь, я к Ryzen, к Ryzen, к здоровой конкуренции отлично отношусь, потому что Intel расторможил. Все, кстати, неплохо. Я больше всего смеюсь с того, что, сейчас я подведу к этому. AMD хорошо, Intel тоже хорошо. Все хорошо. AMD подстегивает Intel, Intel подстегивает AMD. Intel обосрались с 10 и 11 поколением. Она очень странная была, вообще не спорю. Надеюсь, 12 будет интересней. AMD молодцы, все, красавцы, класс. Но я помню просто, когда вышел первый вот этот вот Ryzen, тысячная серия, там 1600, у меня даже был такой процессор, это 6 ядер, 12 потоков. И знаешь, ну, оно работало как, ну, говнецово. И знаешь, все такие, подождем, вот немножечко так, подождем, и все, потом потанцевал, как раскроется. И знаешь, год, второй год, третий год, а потанцевал, не танцует вообще никаким образом, потому что, ну, вот первое поколение Ryzen было очень, ну, такое, стебное. Ну, не стебное, а очень странное. Там было действительно много ядер, много потоков, но как-то толково их использовать. И программы не умели. И сами процессоры были довольно-таки горяченькие, специфичные. Я помню, тогда даже сравнивал со столетними Xeon, у которых столько же ядер, столько же потоков, и они плюс-минус одинаковые очки набирали в бенчмарках везде. Но все ж в один голо, что все это смерть Инта, вот у нас потенциал, но я помню, что этот потенциал не состоялся. Из-за этого я немного смеюсь, когда вспоминаю вообще Ryzen, потому что я из тех времен, когда вот были... Ну, сейчас Ryzen неплох, давай так. Да. Ну, там, пятый и седьмой, он прекрасен. Ну, смотря для каких задач, для себя я все равно не вижу Ryzen вообще. Почему? Он работает нормально. Пример нормально. Не вижу. Я работал сколько? Полтора года на Ryzen. Hardware encoding, который есть в процессорах Intel из-за того, что Intel'овская GPU используется, а AMD GPU до сих пор почему-то не используется. Для меня это серьезный показатель, потому что даже имея более мощный процессор, ты все равно теряешь во времени вывода процентов там 15-20. Ну, ты теряешь, ну, пофигу. И плюс... Я 90% все видосы ставил на ночь все равно. Едем дальше. Стриминг. К сожалению, до сих пор еще полноценно нельзя использовать AMD-шный iGPU, который вставлен в процессор для обеспечения стрима. Потому что в стримах я использую процессор и видеокарта занимается игрой. Декодирование потока занимается встроенной видеокарты. Из-за этого у меня как бы игра не тормозит и все железо отдано игре, а потоком занимается встроенная видеокарта. Ну, да. Ну, типа, понимаешь, вот из-за таких специфических задач я до сих пор сижу как бы на Intel. Вот, да и все. Но AMD это классная штука. И, кстати, вот буквально на днях состоялась презентация компании Acer, где показали довольно-таки много интересных продуктов. О них, о всех смысла разговаривать нет. Но компания продолжает продвигать использование переработанных материалов. Там от 30 до 50% материалов корпуса состоят из переработанного пластика. И они об этом гордо заявляют. Это прикольно. Ну, как бы борются с вот этим вот отпечатком условно вредным. Там вредный отпечаток, чувак, на самом деле очень здоровенный. Ну, если вы будете гуглить вот это вот Right to Repairing, ну, типа, право на ремонт, там очень много говорится о том, что старых вот, ну, там, ноутбуков, телевизоров, мониторов и все это такое. Которые можно использовать. Да, которые можно использовать и починить. Их, типа, выкинуто что-то там 56 миллионов тонн. Ну, типа, насчитали за, там, предыдущий или позапредыдущий только год. То есть, там просто невероятное количество мусора. И то, что они там перерабатывают, смогли это реализовать. Но это круто. Да. И вот в прошлом году нам показали, по-моему, первый ноутбук из этой линейки Vero. Но сейчас эту линейку расширили на TravelMate и на даже экраны, корпус экрана Acer Vero BR-277 тоже на 40, по-моему, 30% изготовлен как раз таки из переработанного пластика. Также Acer продолжает двигать такую штуку, как антибактериальное покрытие на ноутбуке. Я все еще не понимаю, как это работает. Вот я не понимаю, как это тоже работает. Но там пример, на презентации был типа ноутбук, два ноутбука. И на него капают, не знаю, какую-то писюхи инопланетянина какие-то. И потом вот так вот снимают, берут. И тут эти писюхи развиваются, а там типа все хорошо и без бактерий. Я не знаю. В мое представление просто, знаешь, если это фигню лизнуть, оно тебе спиртом какие-то должны отдавать. Ну, условно, это, знаешь, ноутбук, который в детстве упал в чан со спирта. Да, ну то есть я понимаю, что если чуть-чуть разобраться, как бы все будет логично, как бы. Но все равно, если со стороны... Ну, как долго это покрытие, как оно вообще, я тоже не понимаю. Как долго оно проживет. Ладно, там здесь еще, когда ты редко это трогаешь. Тут ты пластик стираешь. Как это покрытие тут останется? За месяц сотрешь там все полностью. Ну, то есть как оно живет на тачпеде или вот хотя бы не на тачпеде, а по бокам, где у тебя прикасается тут. Ну, а когда ты жирными руками чипсы жрешь вот это вот. Интересно, кто победит антибактериальное покрытие или твой жир? Мне дальше интересно. То есть антибактериальное покрытие, оно везде и на клавиатуре тоже? Да. Даже в этой линейке, теперь если раньше это был просто ноутбук, то в этой линейке клавиатуры, мышки, экраны с антибактериальным покрытием офисные. Я не знаю, как это, как это, лизнуть и потом провериться пойти, типа не подхватил ли ты какую-то палочку. Ну, классно, что они это делают и как-то до этого додумались и дошли, но хызы как-то работать с серьезным. Но также еще показали ConceptD с этим объемным экраном и кучей сенсоров, это, конечно, все прикольно, но самое кековое, это, конечно, полноценный ПК десктопный, в котором, ну, как бы, ты такой, да, трехтысячная серия видеокарт, да, 12-е поколение процессоров, это прикольно, но туда же накидываем накопители PCI Gen 5. Gen 5, Gen 4 только пришло, его особо мы пишем? Пишем? Мы пишем. Мы его, ты особо никуда не вставишь. Если что, подкаст будет просто. Если что, подкаст. Ты особо никуда, где вот эти вот устройства, где мне это PCI Gen 4, куда мне его впихнуть? Есть, да, AMD, Intel уже начал поддерживать, но все равно тут Gen 5, и ты такой сидишь, а Gen 4 только можно купить, появилась возможность, а тут Gen 5. И вместе с Gen 5 накопителями PCI, также DDR 5 оперативка. Но там DDR 5 какая-то была не совсем понятна, потому что, если я не ошибаюсь, на презентации сказали, что DDR 5 будет работать на частоте 4000 МГц, а 4000 МГц это вполне достижимая частота для DDR 4, у меня даже есть планки оперативки, которые работают на частоте 4000 МГц, может там тайминги будут немного другие, но посмотрим. Потому что вот как раз только-только начинают большие компании-производители оперативной памяти и прочих компонентов ПК анонсировать как раз-таки свои комплекты DDR 5 памяти. И вот, например, G-Skill анонсировали модули памяти, которые будут работать на частоте 6400 МГц. Это действительно большой скачок. Ну, на будущее просто из серии. Вот мы можем это сделать, а в больших масштабах производства для миллионных продаж... Это будет на 4-4,5, для более развитых, условно, про-геймеров или профессионалов, или увлеченных людей это будет 5-600-6 тысяч. Но вот топовая сейчас модель именно от G-Skill'а это 6400. Тайминги, конечно, там такие хорошие, 40-40-76. Нормально, с таймингами все хорошо, но скорость действительно конская. Я думаю, эта скорость будет в большей мере раскрывать потенциал как раз-таки Ryzen, потому что мы-то знаем, как раскрыть его потенциал. Я не могу просто, чувак, я не знаю, я не знаю, откуда во мне вот это вот... Потанцевал или что? Ратата еще вот это добавил. Да, понимаю, ну, просто я купил за свои деньги, налюбился с этим Ryzen'ом, и у меня вот эти вот воспоминания с этим... Ну, надо, надо, вот я до сих пор, определенную память купить. Заходишь на форум, значит, и читаем, какой тип памяти, одноранговая, двухранговая, тра-та-та-та-та. Какой у тебя там, не знаю... Ну, ты просто вот этот вот колхозник, которому вот поковыряться. Купи готовое устройство. Я купил готовый, вот, я купил просто, вот, оперативка, мне вот эта вот частота. Я пользовался ноутбуком? Нет, ноутбук. А я, ну, я просто купил материнка, оперативка, процессор. Собираю, нихрена не работаю, начинаю разбираться. Так, чтобы работало адекватно это, надо обновить биос. Обновляем биос, материнка дохнет. Несем в сервисный центр, ждем две недели. Подождали две недели, мне накатили старую версию биоса. Я такой, спасибо, пожалуйста, у меня XMP профиль не работает. Потом выставляю XMP профиль, не заводится. Не заводится почему? У меня оперативка не совсем подходит для Ryzen на другую оперативку. Что я делаю? Ну, сосу бибу, потому что на заниженных частотах буду работать. Не продавать же мне оперативку и покупать такую же, только другую, там, одноранговую или двухранговую. Понимаешь, там совсем у меня был гемор с видеокартами, этими RX. Это твоя карма. Ха! Вспомни, что у тебя не лагало, давай так. Intel! Intel у меня не лагало. И если он лагал, я был виноват в том, что выставил, например, слишком большое напряжение или разогнать его хотел сильно. Мне нравится, надо, короче, есть такая рубрика на Kedr.com, называется «Новости». Вот, и где-то там последних выпусков 10-15 ты срёшь Intel, что они там обосрались, там обосрались, тут обосрались. Да! И при этом покупайте Intel. Это, я не говорю покупайте, покупайте M1, Apple, покупайте себе, не знаю, фаерфоны, но... Не, ну подожди, Intel обосрались, AMD говно. Да! На M1 ты ничего нормально поставить не можешь. Как жить, на чём работать, пожалуйста, определись, что хорошее. У меня есть идеальная версия Premiere, которая работает, у меня есть идеальная версия процессора, которая работает. У меня процессор из 7-го, 8-го поколения. С ним никаких проблем нет. И я хочу обновить на 9-е поколение, потому что 9-е поколение тоже нигде ничем не обосралось. Вот, серьёзно. И плюс у меня как раз материнка поддерживает и 8-е, и 9-е. Оно нигде ничем не обосралось, оно работает так, как надо, и как бы, ну, всё, всё хорошо. Вот, всё хорошо. Их 7-профиль, если я ставлю, я поставил, он работает. Я хочу что-то разогнать, я разогнал, оно работает. Ну, ладно, это просто моя история. И опять-таки, я ни в коем случае не пытаюсь уменьшить достижения AMD, RX и всего остального. Они пробуют там чуть-чуть, там чуть-чуть, и где-то дойдут до идеалов. Я просто сталкивался с проблемами, о которых вам и рассказываю. Я надеюсь, вы с ними не столкнетесь, да? О, господи. Нет, давай про фильмы не будем больше. Ну, мы должны это, ну, мы должны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не хочу об этом говорить, серьёзно. Ну, почему? Он хочет тебя съесть. Я скажу максимально, ну, коротко и серьёзно. Disney+, перезапустят один дома. И он будет Home Sweet Home Alone. Отсылка к песне Motley Crue. Он будет называться Home Sweet Home Alone. Home Sweet Home, отличная песня Motley Crue. Зачем они приплыли к этому ужасному фильму? Представляете, его так мучают долго. Так мучают долго. И опять заново мучают. После четвёртого один дома вы должны были остановиться. Это жопа просто была. Они его каждый год мучают. Калкин или как его? Первая, вторая часть просто. Ну, не хотите посмотреть? Не смотрите. Хотите посмотреть? Посмотрите. Это прелестные, классные, смешные. С крутыми актёрами. Вот домашний, уютный, тёплый фильм. Bad Comedian. Обращаюсь лично к тебе. Сделай, пожалуйста, обзор на это. На неправильно. Ну, пожалуйста, сделай обзор на... Ну, потому что, ну, оно такое глупое. И оно вот собрало в три раза больше дизлайков, чем лайков. Это, по-моему, за дизлайкали больше, чем клип Тимати и этого. Ну, если выйдет реально этот один дома, я очень тебя прошу, сделай. Я отдельно посмотрю, как твой фанат и так далее. Очень хорошо. Очень больно и очень хорошо. Ты понимаешь, они как бы... Даже не смотрите трейлер. Даже я вам не покажу ни одного кадра. Просто мы скажем, что... Кек в том, что... Они сделали по факту... Они сделали по факту, ну, идейную копию первого фильма. Зачем? Попытались чуть-чуть осовременить, но, понимаешь, они ломаются на вот том, что, как бы, технология все это шагнула дальше. И, как бы, ну, вот эту проблему, то, что вот ребенок там, решить вообще за изи можно было. И они, ну, вот... Ну, если в рамках, там, 90-х, когда это снимало, это было еще натянуто реалистично, условно. Не было мобильных телефонов и все такое. В 20-21 ты, типа, смотришь, ты такой... Ну, это как Терминатор 6, как Форсаж 10. Это будут кач... Ну, если оно приносит, я не знаю, приносит ли они им доход предыдущей части всех этих. Ну, если приносит, окей. Что я могу сказать? И заканчиваю просто тему с этими самыми, с фильмами. Вы один раз услышите это от меня название, больше я не буду о нем говорить. Игра в кальмары. Я трейлер посмотрел, и я такой, ну, что? Я не зацепила, да? Ну, чего? Ну, вот, ну, голодные игры, там, пародия еще. Ну, вот это мы видели тысячу... Ну, вот что? Ты не понимаешь. Ну, что? Ты не понимаешь. Ну, на самом деле, я посмотрел и не скажу, что там есть какой-то глубокий посыл, съемка. Насколько я понимаю, оно еще сыпаться начинает идейно, логически. И некоторые там есть моменты в сюжете, которые противоречат самому себе. Начиная там с последних серий, там какое-то противоречие вообще очень большое. Именно в повествовании происходит. Ну, исходя из критиков условных людей, которые разбираются. Я же не кинокритик, ни в коем случае. Ну, мне даже просмотр одного трейлера дал понять, что ты когда-то такая дикуха невероятная. Это такой какой-то буллщит. И я такой, типа, а что? Ну, я... Ты не понял, да? Пожалуйста, продолжайте сотреть своего Даню Милохина в ТикТоке и Дашу Корейку. Думагу А4. Нет, Даша Корейка. Вот, все. Чувак, это вышка, понимаешь? Дашу Корейку. Я тебе... Это парень, если что его в армию забивают? Забирают. Ну, может, что-то сделают хоть хорошее. Я не знаю, но вот это... Я, правда, не знаю, какой ты контент делаешь, если ты нас смотришь. Извини, как бы, но это самое... Ребята, есть разные вени, которые лучше... Игра в кальмара, вот она поставила абсолютный рекорд Нетфликса. Это самый успешный запуск шоу. Это самый-самый успешный. Потому что за 17 дней с момента релиза 111 миллионов аккаунтов посмотрели. Понимаешь, это сделано более для молодежи. Вот черное зеркало для подростков, серьезно. Если вы взрослый человек и вам это понравилось, то окей, как бы. Но есть многие моменты, где очень слабо, я бы так сказал, что и по сюжету, и по съемке, и по постановке, и по всему. Ну, то есть, когда, если вы не смотрели, извините, что сейчас заспойлерю, но когда в последних сериях этот снимает маску и говорит, я твою... Ну, как бы он не говорит, а тот понимает, что это его брат. Я это понял на третьей серии, когда, блин, типа, это и так ясно было, что это вот так, такой поворот сюжета. Ну, то есть, все повороты сюжета были понятны. Нет, не ясно. То, что главный герой не умирает, блин, это тоже понятно. То, что психопат-дед является в конце, в итоге, создателем всех этих игр и вот, и все такое. Ну, вот это чуть-чуть скрыли, но, в принципе, тоже... Ты же запикаешь, все. Да, нет. Ну, ты просто название персонажей пикнешь, и все. Да, не буду я запикивать. Ну, как бы, те, кто смотрели, окей, кто не успел посмотреть, как бы, лучше вам и не смотреть это. Есть много других фильмов, которые стоит посмотреть, стоит пересмотреть, чем это. Потому что, если вот это возводить в идеал, то идиократия победила, я вам скажу так. Ну, потому что там есть классные моменты по поводу отсылок к играм, детским и всем таким вот. Но само, как бы, сам сюжет и все остальное на очень слабом уровне. Ну, первые два сезона Кривое... Не Кривое, а Черное Зеркало, вот, намного выше и лучше сделано. Последние сезоны, понятное дело, там уже просто деньги, как бы, зарабатывали. Но, вот, первые два, вот, там, каждая серия, это крепкий, жесткий сценарий, где ты вот смотришь больно и все такое. Это, я скажу, очень слабая пародия на, это самое, на Черное Зеркало. Мое личное мнение. Ну, еще накинь про вот это вот, вот это вот. Говоря просто о дизлайках, это я говорил туда. Вот, каждый год YouTube запускал такую промо-акцию. Вот, смотрите, какие мы офигенные, у нас тут есть блогеры, они вот так вот развились, выросли. И Вилл Смит такой. О, that's hot! That's hot! Кто поймет, тот поймет. Да, хорошо. Вот, в общем, они запускали такое, как YouTube Rewind. И последние два года этот YouTube Rewind собирал просто миллионные дизлайки, все его хейтили и ненавидели, потому что он сделан рекламой жесткой, вот, непонятно по трендам. То есть, видно, что YouTube не понимает свою же, своих же пользователей, ту аудиторию, которая заходит... Где Влата А4? Ну, то есть, конечно, они приглашают, вроде бы, очень популярных людей, но дают им, как бы, ТЗ, по которому они попрыгали, не добавили своих каких-то внутренних фишек и ушли. Показали, что это просто хорошая рекламная платформа YouTube. Да, и все. То есть, как бы, нет внутренних вот этих мемов, которые представляют эти даже блогеры, почему они такие популярные. И большинство, как бы, на самом деле, вроде бы, вот, есть большие аккаунты, там, по 10, там, 20, 30, 40 миллионов, кажется, что они популярны и все такое, но комьюнити, за счет которого, как бы, держится YouTube, на самом деле, сидит на маленьких каналах. Как бы это странно не звучало, но вот маленькие каналы, они, там, собирают свои, там, 10-100 тысяч просмотров, и большинство, именно комьюнити, которые понимают YouTube, сидят там, а не там, где по 100 миллионов вот этих подписчиков. Вот эти вот индусы со своими, блин, клипами, где они собрали, там, под 100... Ну, когда вот это была борьба с каналом, где там 100 миллионов подписчиков, с... Пьюдипи! Да, Пьюдипайм. Ну, то есть, как бы, нафиг никому не надо вот это вот все. Индусам надо. Индусам надо, но я сейчас прям вижу, YouTube Revine с индусами будет. Расист. Да. Ненавистник, белый... Гетеросексуальный мужчина. Ты гетеросексуальный? Фу, нет, я не такой. Я помню, это просто, когда ходят, извините, вы гетеросексуальный. Да что это вообще за время такого прошло, вот эти вот, гетеросексуальный. В моем время такого не было, и я таким не занимаюсь. Никогда. И сын у меня есть, тоже таким не будет. Я просто гетеросексуальный. А вы гетеросексуальный? Да нет, я вообще не понимаю, как это может быть. Ой, чувак. OnePlus. Представил OnePlus 9 RT. Я не знаю, откуда они эти названия берут. Короче, после объединения с OPPO, понятное дело, перелицованный а-ля OPPO OnePlus RT. По характеристикам, конечно, забавная штукенция, потому что 120 Гц частота обновления экрана 6,6 дюймов. Самсунговский AMOLED 600 Гц частота опроса сенсорного слоя, то есть для игр подойдет. Влагозащита есть, Snapdragon 888, 8 либо 12 гигабайт оперативной памяти, 50-мегапиксельный основной модуль и ширик на 16 мегапикселей. Фронталка на 16, Type-C, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Android 12. Все очень выглядит классно, но как-то безлико. Ну, просто телефон с характеристиками, все. Из того, что мне напоминает OnePlus, это вот переключатель в беззвучный режим, вот хардвейный, вот этот вот. Наш маленькая отсылочка, которая, возможно, кому-то будет греть душу, но фонар, там, сомневаюсь. Ну, потому что OnePlus, нынче, это просто телефона топа, который чуть-чуть по-другому выглядит. Ну, слушай, за 15 тысяч гривен топовая конфигурация, которая будет доступна в Китае, вроде прикольно. 15 тысяч гривен будет стоить? Ну, в Китае. Ну, в Китае. В 13 и 15. У нас это будет прям нормально, очень прям хорошо. Ну, и AMD показала видеокарту для Full HD гейминга, это RX 6600, немного упрощенная и замедленная версия XT. Номинальная цена 330 долларов, показывает себя неплохо на уровне чуть-чуть получше 20-60, чуть помедленнее 30-60, и она не поддерживает еще вот это вот рейт-рейсинги вот эти вот все. Но вряд ли вы купите эту видеокарту за 330 долларов, потому что если XT продается в среднем разлет цен там 25-33-34 тысячи, то не XT будет где-то в районе 1000 долларов крутиться, если не больше. Поэтому официальная стоимость такая, а за 1000 долларов покупать видеокарту для Full HD гейминга, это, конечно, как по мне, очень и очень сильно. Вот, думаю, на этом и все по новостям. Что посмотреть, что послушать, что почитать, что поиграть. Что поиграть, я, кстати, не знаю, вышла она официально или нет. Но я ее скачал в сторону. Да, я, кстати, это пропустил на самом деле. Но, в общем, выходит или вышла для кого как Battlefield 2042. Я смотрел как демо-ролики, так смотрел бета-тестеров, которые играли. Блин, реально офигенно. Ну, мне бы хотелось, я не скажу, что я буду в это задротить или играть, но пару раз, типа пару каток, очень хочется поездить. Особенно на макбуке. Да, особенно на макбуке. Вот, о чем я говорю, в батле 2042 можно не только ездить на танке, не только летать на вертолете, можно летать на танке, сбивая вертолет. И ездить на вертолете, сбивая танки. Да. Блин, это реально, это офигенно выглядит. Нет, выглядит прикольно. Картинка, правда, не такая, как в трейлере, куда же без этого. Но все равно, то, что показывали бета-тестеры, когда они играли, ты можешь, блин, взлететь до самого вертолета, кинуть в него гранату. Ну, это эпично. В этом соглашусь, выглядит эпично. Но, да, я тоже как-то пропустил. Я помню, что пару дней назад она вышла из беты. А вошла ли она куда-то? Да, а выходя из беты, вышла она ли на мировой рынок или нет, я вот этот момент пропустил. Я помню, что она 4 дня была в бете, чтобы игроки, бета-тестеры поиграли и сказали свои отзывы, и они получили понимание, логику игроков, чтобы изменить параметры. И после этого они ее сразу выпускают или не сразу, я вот этот момент чуть-чуть пропустил. Вот посмотреть, может, ты что-то посоветуешь? Потому что я досматривал сериал «Видеть» от Apple TV и не советую смотреть. Вот там второй сезон вроде как закончился или не закончился. Я посмотрел первый сезон, нифига не понял, но очень интересно. Второй сезон я посмотрел пару серий и выключил на этом. Потому что смотреть это очень тяжело и больно. Я же не смотрел этот сериал, потому что ты мне тогда еще когда-то сказал, я такой, ага, я понял, все как бы. Не, ну вот концовка первого сезона первой серии мне очень понравилась. Это он красиво снят, сам сериал реально красиво снят, хорошо там подан. Он плюс-минус крепкий и у него есть там и внутренняя логика какая-то, вот. Но некоторые места очень больно, потому что мы как люди зрячие, а там как бы показываются не зрячие люди. Вот мы чуть по-другому это воспринимаем. То есть очень тяжело нырнуть в тот лор, который они показывают и понять все их там понимание мира, видения, фиг его знает. Религии вот это вот из не того места. Короче, не буду, мне не понравилось. Касательно того, что я смотрел. Во-первых, никому ни в коем случае не советую ужасный сериал. Ругаются там дядьки, о плохом шутят, показывают страшные вещи, глупые ситуации. Но я ржал просто невероятно, просто ухахатываю. Это мой один из самых любимых сериалов, но никому его не советую. Это без гроша, либо на мели, либо... О, Сашка. Без гроша на мели с Джосефаном Гилганом. Он является главным актером и сценаристом, режиссером, точно не помню. Но он писал сценарий, грубо говоря, к этому фильму. И причем у него же дислексия, если не ошибаюсь. Я сейчас проиграю просто в название. Короче, ему тяжело читать и тяжело писать. Ну, он не может это нормально делать. Из-за чего весь сценарий он просто начитывал аудиосообщениями, либо вот в диктофон просто себе записывал, скидывал сценаристам, которые уже, собственно говоря, прописывали роль. И как бы у него еще там биполярка, насколько я знаю. И об этом всем тоже говорится в сериале. То есть там задеваются как серьезные, так и несерьезные вещи. Ухахатывал просто невероятно. Только перевод кубик в кубе. Но он строго плюс 21, даже не плюс 18, это плюс 21. С детьми ни в коем случае. С родителями они вас выгонят, если вы с ними живете. Короче, не смотреть никому, но дико смешно. А вот если серьезно говорить о том, что не стоит ни в коем случае смотреть, это фильмец с Росомахой, называется Воспоминания. Ну, с Хью Джекманом. Предварительно по трейлерам был очень интересный фильм, потому что трейлер, смотри, ну, недалекое будущее. Да, новый фильм, недалекое будущее. После какой-то войны, о которой, по идее, должны рассказать в этом фильме, что-то произошло, скорее всего, с ледниками, не с ледниками, уж кто-то туда ударил ракетами. Короче, уровень моря довольно-таки сильно поднялся, и большинство городов просто позатапливало. Где-то я помню такой сюжет. И условно, клочки земли, которые пооставались там, понятное дело, богаты какие-то властные люди, а все остальные живут либо просто в высотках, которые затоплены там, часть начальных этажей, либо пытаются как-то какими-то плотинами условно оградить какую-то часть города, чтобы можно было спокойно перемещаться, но все равно заливают. Был такой фильм в начале двухтысячных, очень плюс-минус известно популярный, они еще там воевали, ну, типа они там жили на этих плотах, и я помню, что там не ныряли вот это вниз, там куполы придумывали, тоже постапокатистическое будущее. Но тут современные просто, ну, плюс-минус все, что у нас есть, у них тоже это сохранилось. Если там, насколько я помню, они чуть ли не одичали там жили на плотах. То есть там было все плохо. А тут как бы современные технологии идут дальше, и как бы это уже после войны, это последствия. И прикол в том, что вот бывший военный, ну, Хью Джекман, он после войны получил там какое-то ранение, и он вместе с женщиной, с которой он тоже был там на войне, она была снайпером, он был просто воякой в первых рядах условно, они занимаются теперь тем, что у них есть специальный аппарат, который позволяет человека переместить условно воспоминания и воспроизводить эти воспоминания как бы на таком условно в специальной установке, там где в 3D чуть ли не воспоминания, это можно посмотреть. Раньше эта установка использовалась, чтобы доставать какие-то данные у заложников во время войны, чтобы там узнавать о планах, еще о чем-то, и пытать там условно заложников, потому что этим устройством можно наносить так же боль. А тут это устройство используется для того, чтобы вернуть людей, которые находятся в депрессии, у которых будущего особо нет, то есть мир там условно затоплен, клочки земли, бешеных денег стоит, туда попасть практически нереально, все очень сложно, все живут в трущобах там с грибком, со всем этим, работы нет, то да сё, они таким способом при помощи этой машины могут отправляться условно в прошлое и проживать какие-то приятные моменты с детьми, с людьми, с которых уже давным-давно нет, там, не знаю, с собакой, там вот есть чувак, который вот до войны, он был, ну он на войне потерял ноги, до войны он как бы любил бегать со своей собакой, и вот типа ему нравится возвращаться в эти воспоминания, то есть предварительно такой глубокий, довольно интересный мир с персонажами, футуристический, и загвоздка еще в том, что к этой фантастике приплетена еще немного такая, ну, романтическая а-ля драма, потому что в определенный момент в этот салон заходит женщина, которая просто потеряла ключи, и хочет воспользоваться вот этой вот штукой, чтобы отмотать в воспоминаниях, может в воспоминаниях ребята найдут, где она эти ключи потеряла. Они, понятное дело, находят, но через определенное время, главный герой, понятное дело, влюбляется в эту таинственную женщину, эта таинственная женщина пропадает, и это плюс-минус все, о чем рассказывает трейлер и дополнительные сведения о фильме, и, ну, вводные данные охрененные. Я, по-моему, вспомнил, я видел трейлер, да. Но, чувак, ни в коем случае не смотрите этот фильм, это кусок говна, завернутое в говно. Ну, вот, и вам не нравится это слово? Серьезно? Ну, это такое бесформенное, бессмысленное, неудачное, паскудное. Единственное, что прикольно... Ты так хорошо описал, серьезно, чувак, ты так хорошо описал, я уже себе закладки оставил. Я хотел сотреть этот фильм. Но там такие пейзажи, ну, чувак, реально, затопленный город, так красиво смотреть на него. Но игра... Я помню, что я, скорее всего, посмотрел какого-то критика на YouTube, и потому и не посмотрел. Я вспоминаю, о чем ты говоришь по трейлеру, это вот, по-моему, начало лета этот фильм был. Вот, и что-то такое. И я не пошел на него, потому что очень было много плохих отзывов. Игра актеров нулевая. Перестрелки, я не знаю, кто ставил Перестрелки, но мне кажется, Перестрелки ставил трехлетний игрок в Rollblocks, потому что по мнению трехлетнего игрока в Rollblocks, именно так выглядят Перестрелки. Это... Пиу! И с той стороны такой... Ну, пиу! Понимаешь? Чувак, стоит, ну, блин, там пять человек со стволом, вбегает одна женщина со стволом. И они такие... Пиу! Пиу! И ты просто на это... Там, ну, либо убейте уже друг друга, пожалуйста! Либо... И это все растянуто, и знаешь, ну, камера не динамичная, ничего, не интерес. Злодеи плоские... Зачем ты слил только что? Такой хороший рассказ. Ну, ты так рекламировал хорошо. Игра плоская. Сюжет, ну, вообще, ну, такая наивная банальщина. Я не знаю, фильм «Три метра над уровнем неба» более интересный и более, ну, не знаю, фантастический. У него «Сумерки» лучше пересмотрите, там сценарий более прописан. Потому что... С кем война? Когда война? Какая война? Почему война? Кто правит? Почему все затопило? Почему только в этом городе есть плотина? Оказывается, она прорывает это просто вскользь, говорят, в фильме. Как вообще мир живет? Чем люди зарабатывают? Что вообще происходит? Какая предыстория хотя бы у главного персонажа? Почему он такой, какой он есть? И почему он такой здоровенный вояк? Ну, Хью Джекман это, ну, Росомаха. А его, ну, не знаю, такой ботаник с пятого В берет и так... И он падает. Что происходит в этом фильме? Такую идею просрали. Я посмотрел с Алиной, ну, типа, ну, это вообще трэш. Она засыпала, я засыпал. Ну, такое говнище. Просто. Никогда не смотрел. А вот касательно всего говна, которого выливали на фильм «Главный герой»... Ой, я смотрел. Я не знаю. Он смешной. Он тупой. Он нереалистичный. Но он смешной. Офигенно. Не знаю, я выходил из кинотеатра. Он добрый. Я выходил из кинотеатра. Офигенно. Ты реально весь на эмоции. Ты радуешься. Да, там есть как бы вот это всякое... Списывайте просто на нет своих хотелки от этого фильма. И всякие там вот... Да, он клишированный. Очень. Очень клишированный. В конце не целуется. Как? Понятно все. Ну, там сколько... Но он реально классный. Там сколько отсылок есть? Сколько вот... Мне он очень напомнил на первому игроку приготовиться. Первый игрок приготовиться чуть лучше, сделан по внутреннему лору и все такое. Но этот он добрый. Да. Наивный. Блин, ну не знаю, так хорошо. Я смотрел, у меня много позитива этот фильм вызвал. Вот я за. Главный герой можно построить и с детьми, и с семьей. Это всем можно включить. Он просто вот добренький, наивненький, классный фильм. И также вот из хорошего и не особо популярного, потому что снимали, если я не ошибаюсь, в Дании этот фильм, датский фильм. Но он действительно классный, его можно посмотреть. Называется «Рыцари справедливости». Трейлер довольно-таки прикольный, он чем-то похож на непобедимых. Я рассказывал об этом фильме, там где мужики неудачные под 40 лет решили пойти на уроки синхронного плавания. Я об этом фильме рассказал. Тут чем-то похоже тоже, потому что... Мне чисто интересно, из ниши перебиваю, сколько времени от общего хронометража мы говорим в IT-новостях про фильмы? Так вот. Серьезно, они пришли послушать про технологии, про развитие выхода очков от HTC, гарнитуру, VR и все такое, о которой я ничего не могу сказать, потому что это фигня. Я могу сказать, что некоторые фотографии, они просто купили у хостингов фотографии и прифотошопили свои эти очки. Да. А мы говорим реально, я думаю, больше, чем 50% в этом влоге. Ну потому что есть плохие, что нельзя советовать, и есть хорошее, что хочется прям посоветовать. Джеймс Бонд, смотри, давай, Джеймс Бонд говорили. Один дома. Один дома говорили. Супермен. Супермен говорили. Си видит, сейчас вот это еще... Да. Рыцари справедливости. Ну чувак, вот рыцари справедливости, это драма, но не в смысле там какая-то вот любовная. Там драма, довольно серьезные вещи поднимаются касательно, я не знаю, как современные люди это называются, но после вот, когда что-то тяжелое с тобой происходит, послевоенный какой-то синдром, это как правильно сейчас называется вот, типа контузия условно. Ну это грубо. Ну сейчас... Вот военный синдром. Сейчас, да, сейчас по-другому уже называется. И вот как люди там условно разных профессий переживают какие-то проблемы. И в этом фильме «Рыцари справедливости» я советую всем посмотреть, потому что там сталкиваются типичный военный. Всю жизнь такой вояка, который живет по правилам, все классно, у него есть жена и дочка. Дочка немного полненькая, он из-за этого ее постоянно, типа, ну гоняешься, занимаешься собой. Также в фильме появляются программист, статист и, ну такой смешанный персонаж, даже не знаю, к чему его отнести, но тоже программист, статист, вот со всем этим связаны. И знаешь, они такие вот взрослые дети. То есть эти люди, которым там за 40, я думаю, некоторым может под 50 даже быть, ну вот на них смотришь. И они вот дети-дети. И завязка, ну, показывается прямо в трейлере, я немножко расскажу. Там происходит, ну, теракт а-ля авария на железнодорожной станции, и жена главного героя погибает. И один из, там, несколько главных героев, и один из главных героев, программист, он был в этом поезде, и он видел, как это произошло, и он подозревает, что это не случайность, это подстанова, потому что в этом поезде также находился важный свидетель по преступлению, там, который делает какая-то группировка байкеров. И вот он, собрав своих друзей-программистов, идет к военному, и говорит, что вот твоя жена погибла, я вот стоял буквально перед ней, ей уступил место, я должен место нее был погибнуть. Но я думаю, что это не случайность, что это спланированное типа убийства. Я обращался с этим в полицию, мне не поверили, вот, прихожу к тебе. И там вот интересно наблюдать за тем, там жестокости много, там боевые сцены поставлены так, что ты просто вот так вот рот открываешь, чувак. Я таких перестрелок давно не видел, они просто сочные, вот, максимально сочные. И ты и жестокость там видишь, там реально очень много жестоких моментов. Но ты также видишь, условно, как, ну, в школе ты вспоминаешь, что есть серьезный такой, который по правилам живет, есть балбес, который постоянно говорит, есть такой молчун. И вот как они между собой взаимодействуют, ну, как дети. И ты на это смотришь, и ты настолько, ну, не знаю, тому радуешься. И когда показывают, что действительно есть люди, которые пусть и выглядят как бы, ну, что, взрослыми, серьезными, но у них вполне остается ребенок внутри со своими какими-то проблемами, со своими переживаниями. Спасибо, что спустя весь влог, обсуждая столько фильмов, да, единственный хороший фильм, мы все же вам посоветовали фасадку. Аллегрова. Ну, да, «Рыцари справедливости» советую. Вот прям мне очень понравился, вот классный фильм. Да, ответов на комментарии не будет, потому что никто их не задавал, никого нет. Мы так, по-моему, наговорили тут, как бы. Да, мы тут нормально наговорили, и днище было там на час 35, по-моему, получилось, что это такое очень длинное днище. Вот, я думаю, вы всем будете довольны, а кто недовольный, ну, извиняйте. А еще из полезного расскажу, что у Саши на ноутбуке стоит майнер, танки и 20 вирусов. Я их с утра удалил. Танки, в смысле, вирусы не трогал. Вот на этом все. Сашка, привет! Да. Да, всех были рады видеть. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы послушали, поулыбались, отдохнули душой и телом. А мы побежали. Мы пошли работать. Надо вот эту штуку снять. Да, всем пока. Всем пока.